За спил деревьев придется ответить. Житель Карачарова самовольно спилил зеленые насаждения, находящиеся на муниципальной земле. Чем не угодили стволы и что грозит пожилому дровосеку, узнавала наша съемочная группа. От деревьев, когда-то росших перед участком на совхозной 76, сегодня остались только пни. Совсем недавно житель дома решил избавиться от растительности. В темноте уже надоело здесь. Я бы их давно года, наверное, четыре тому назад спилил. Здесь у них остались одни стволы вот этих берез. Там ни одного ветки не было. По словам пенсионера, многие деревья сгнили, мешали столбам электропередач. И все бы ничего, но земля за воротами дома муниципальная. Самовольный спил деревьев на городской собственности запрещен и обойдется незадачливому лесорубу в копеечку. Нарушил муниципальные правила. Все это административно наказуемо. Штраф в данном случае от 800 до 3000 принимает решение административная комиссия. Как отмечают специалисты, спиливать деревья на городской территории можно только с разрешения соответствующих инстанций. Все люди живущие в частном секторе. Если им какие-то проблемы с зеленым сожжением, соответственно, обращаться в управление ЖКХ за разрешением. Управление ЖКХ обяжет виновника не только выплатить штраф, но и восполнить потери, нанесенные экологией Мурома. Ему придется высадить новые деревья. Анастасия Белова, Александр Симонов, Александр Барсуков. Новости Муром.